Наверное, немного странно задавать вопрос, как играется проект, вышедший уже более 12 лет назад. Но если ты нажал на это видео, значит второй Ведьмак не такой уж старый и до сих пор интересен людям. В этом видео мы обсудим игровой процесс, посмотрим на главные плюсы и минусы игры и, конечно, ответим на главный вопрос. Как играется и стоит ли играть в Ведьмак 2 в 2023 году? Надеюсь, ты уже поставил лайк и подписался на канал, а то 98% зрителей смотрят мои видео без подписки. Надо это исправлять. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаёк. Ну а мы начинаем. Погнали. Уже по традиции, давайте начнём обсуждение с того, что представляет собой Ведьмак 2. Ведьмак 2 это компьютерная игра, разработанная компанией CD Projekt Red и выпущенная в 2011 году на ПК, а в 2012 году и на Xbox 360. Что говоря про игровой процесс, то играть мы будем за Ведьмака Геральта из Ривии. Да ладно! Которому предстоит расследовать дело об убийстве короля Фольдеста, чтобы снять с себя все обвинения. Но об этом позже. А пока давайте посмотрим, как изменилась игра по сравнению с первой частью. Во-первых, что сразу бросается в глаза, это сильное улучшение в графике. Что неудивительно, так как второй Ведьмак вышел через 4 года после первого. Но всё же, как по мне, картинка стала более приятнее глазу. Однако, разработчики чуть-чуть переборщили с насыщенностью. И вместо серого и мрачного Ведьмака мы получили яркого и красочного. Конечно, это всё вкусовщина, но не отметить я никак не мог. Во-вторых, переработали боевую систему и всё, что с ней связано. Плюсом сюда добавлю использование эликсиров, которые происходят только в режиме медитации. Что довольно странно и нереалистично. А в остальном, боевка довольно прикольная. Особенно мне понравились добивания противников, над которыми и правда здорово поработали. Что по поводу мира, то он тут очень живой. Например, во время дождя люди прячутся под навесы, чтобы не промокнуть. Такого даже в третьей части нет. Ну а что мне безумно понравилось, так это диалоги NPC. Подойдя почти к каждому человеку, вы сможете услышать интересную историю. И поверьте, данная информация будет очень полезна. Я слыхал, шпионы, люди трусливые. Как считаешь, наложит он в порт-ки-то? Это верно, шпионов я навидался. Ну так что? Наложит, ещё как наложит. Так что я ни капли не расстроился, что во втором Ведьмаке нет открытого мира. Попав в тот же Флотзман, вы точно не заскучаете. Что по поводу сюжета, то он получился просто великолепным. Особенно мне понравилась возможность выбора в игре. На экране можете видеть, сколько разных вариантов прохождения сюжета есть во второй части. И это правда очень круто. Конечно, кто-то скажет, что так мы теряем очень много интересных диалогов. И для полного прохождения игры нам понадобится вдвое больше времени. Но как по мне, в этом и весь кайф. Что именно от твоих решений зависит будущее того или иного персонажа. Просто а в чём тогда смысл этого выбора, если в будущем не будет никаких изменений? Ну а мы переходим к плюсам и минусам игры. Начну я, пожалуй, с хорошей стороны игры. Первым плюсом для меня стала прекрасная проработка персонажей. Положа руку на сердце, я вам даже скажу, что я ни в какой ещё игре не встречал настолько живых персонажей. Также тут надо отметить прекрасную озвучку. Без неё такого эффекта точно бы не было. Вторым плюсом я отмечу серьёзность и одновременно лёгкость игры. На самом деле, проходя второе ведьмака, я заметил, насколько важные вопросы поднимаются в игре. Однако ты сразу их не замечаешь, поскольку почти все диалоги построены довольно в ироничной форме. И выглядят примерно вот так. Тут водятся тролли? Известно дело. И вы не возражаете? А чего нет? В других местах тоже нечисть бывает. Где слезги, где утопцы, а у нас вот тролли. Местным они не мешают? Не строят мосты, плату за проезд не берут. Они в скалах живут. Кто ж туда поедет? А что до денег не собирают, потому как наш староста их обманул. А так как же? Сказал, шо ничего против поборов не имеет. Но только там, где под мостом есть река. А раз реки нема, а. Хатится денег, мол, строите трак в столицу. Его не строят. Да где там сидять? Ждут столичных концессий. Последними плюсами стали красивая графика и крутая атмосфера. Если кто забыл, то я напомню, что второй ведьмак вышел в 2011 году. И по правде говоря, даже в 23-м выглядит довольно неплохо. А что говоря про атмосферу, то как по мне, вторая часть есть и уступает третьей, то не так и сильно. Признаться честно, я одну только карту рассматривал 10 минут. Настолько она классно выполнена. Тут же добавьте красивый саундтрек и получится, что у второго ведьмака без чая, пледа и камина играет, но никак нельзя. Что по поводу минусов, то честно говоря, их не так и много. Первым стало несовместимое с всех частей серии. Кто не понял, сейчас объясню. По сути, всё, что мы можем перенести из второй части в третью, так это татуировка Геральта. И совершенно незначительные штуки. Такие как квест с летом. Это конечно косвенно относится ко второй части, но не упомянуть я не мог. Вторым минусом стала топорность прокачки и боевой системы в целом. На самом деле, вся важность прокачки Геральта ощущается только на последних уровнях сложности. А в остальных моментах, вся боёвка скатывается в обычное махание мечом и перекатывание по земле. Вот мы и подошли к главному вопросу этого видео. Как играется и стоит ли играть в Ведьмак 2 в 2023 году? На самом деле, тут даже можно не смотреть на плюсы и минусы игры. Я вам однозначно советую опробовать второй ведьмак. Особенно если вы прошли третий и не знаете во что поиграть. То вторая часть будет вас с радостью ждать. Надеюсь, видео было полезным и вы оцените его своим лайком и подпиской. Спасибо за просмотр и до скорого, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok